приветствую мы продолжим проходить dream fall chapter записывать этому вашей этим стилем заранее спасибо вот очень длинно прошло серия блок не виду там в подсказках есть подсказка да подсказка логично там на прошлую серию данный плейлист и ссылка в цене на плейлист принципе да там теперь теперь можешь посмотреть данную прохождение по данной игре очень интересная игра но упалять я в фирме хочу скажу финале все скажу про эту игру есть у меня уже дам есть то что хочу вам сказать но пока что сейчас вот не могу на финале все скажу вещь и ну да и сейчас к финале скажу не сейчас поэтому сашку удобнее надевать предик обязательно при этом птицу кушать приночь и пить как петель пить а вода при этом просмотра мы собственно начинаем глава пятая сны я ставить мы с вами здесь у вас все и много чего было интересного генерал вызывали много чего знали ходить вам и много чего непонятно осталось как вам больше покоя генерал мои покои в порядке командир я не поэтому вас вызвал видите ли меня кое-что беспокоит мир я беседовал с вашими людьми в темнице они рассказывали то же что и вы возник бунт спровоцированный сопротивлением возникшим хаосе был убит алван его тело сгорело в огне что весьма неудачно это была кровавая баня за которую кому-то придется ответить конечно генерал я об этом позабочусь уверен что позаботитесь я также говорил с некоторыми выжившими узниками их история существенно отличается от вашей меня это не удивляет а не предатель и ищет любой повод вызвать смуту может и так но надзиратель утверждает что перед тем как вспыхнул бунт ему было приказано казнить апостола вами лично командир ложь неверный пытается спасти свою шкуру возможно но зачем бы он стал врать это не освобождает его от ответственности в отношении бунта он все еще ждет суда в холодном камне он сказал мне что была приготовлена петля чтобы на рассвете повесить алваны я не говорю что верю он жестокий человечек но кажется он чтит субординацию а что рассказали узники что бунт был устроен для того чтобы освободить апостола а не убить и что цель была достигнута это нелепо океан алваны стал пеплом он ходит в тени потерян и допуганы далеки от величия первой горы и света богини так расскажите мне командир не хотелось бы думать что вы лжете или не договариваете ваши отношения с алваны были враждебными вы знали друг друга с самого детства у нас были стычки когда мы оба были на улицах садира это было обычным делом но ваша вражда была кровожадней обычных мальчишеских выходок это было давно мы оставили это в прошлом я хочу верить вам командир ваша точка зрения важно для меня для шестерых для всего а задира разве я не всегда служил богини своему народу разве я не доказал свою преданность шестерым и совету престол вам любое предположение что недостаточно верен это для меня оскорбление так и должно быть вам не хотел бы я узнать что вы меня лгали я не желаю видеть вас в цепях я хочу вам верить и пока что верю но я продолжу расследовать это происшествие потому что что-то здесь не так кое-что меня здесь беспокоит если вы что-то узнаете призываю вас сразу доложить мне об этом прежде чем я узнаю что вы скрываете правду я не скрываю я служу свету мир все что я делаю я делаю ради моей страны и ради моего народа очень хорошо вы можете идти значит что-то подозревает дамы защитит вас богиня генерал чё ты генерал генерал что-то подозревает уже да прольется над нами свет и озарит наш путь что-то подозреваю тоже что ему пиздят да что так что мы будем играть за это мужика да за мужичка его доброй ночи ульвик какие у тебя новости ульвик да и так по вечерам в мой бар заходит человек солдата сзади не на дежурстве после нескольких кружек пьянеет и начинает болтать он рассказывает что ходят слухи о рейдина магическое гетто прямо этой ночью и у них есть список список тех за кем идет охота кого они собираются отправить в ссылку как и раньше но почему именно сейчас я к тому что это же не месть да на прошлой неделе кто-то взорвал партию оружия это событие наделало достаточно шума здесь об этом столько говорили некоторые люди обожают взрывы очевидно командир особых войск азади воспринял это как личную обиду командир вам он принял все на свой счет и еще он сказал что в городе стало нелегально провозиться еще больше оружия прямо под носом азади они перехватили несколько поставок и теперь знают что замышляется мятеж крот помогает нам еще больше обычного не знаю что ты для нее сделал киан но кажется она оценила как я понял возможно этой ночью азади нанесут решающий удар чтобы не потерять власть в старом городе и они не ошибаются значит нам надо узнать кто в этом списке и когда именно они нападут и откуда и еще и все сразу сначала нам нужно узнать где и в какое время состоится рейд затем предупредить о нем своих друзей в том числе и крота а затем мы отправим своих людей в безопасное место до появления азади я могу заскочить к паре знакомых лихо я начну с наших людей в гетто киан не мог бы ты нанести визит вежливости кроту это недолго я могу еще что-нибудь сделать сомневаюсь давай встретимся здесь до полуночи хорошо удачи вам обоим будь осторожен ну лэс гоу ген можно тебя на минуту да и едини у меня послание от нашего общего друга она желает увидеться с тобой наедине как можно скорее сказала что будет ждать тебя там где весь старый город простирается под нами где бы это ни было она ведь любит говорить загадками спасибо ульвик и передай чтобы она наконец оплатила счет не получит больше ни капли веселого минструма пока не расплатится не знаю что она имела ввиду под местом где весь старый город простирается под нами но думаю нужно искать самую высокую точку в бомбсе мозгу он попал самую высокую отчетку а у нас вы доставка мы выдвинем pública рventа предыдущих улево уилево сngлево сдачи а удачи я ваша з danчетка а у меня есть那个 крайне а у нас выражается а мдз я это выражается и у вас это Давай. петух котенок точно саму соку добрый вечер гражданин сохраняйте бдительность граждан не знаю правильно ли я иду богиня как я устой кто идет типа казалось не знаю правильно ли я иду нет правильно первого раза прикинь сам нашел где мы собственно понятно где хороший вид правда у меркурия всегда казалось мне прекрасной особенно летом конечно эти металлические трубы немного мозолит глаза и это башни у и а вообще-то башни мне даже нравится почему ты хотела увидеть меня такой нетерпеливый ты всегда таким был я тут приберегала кое-что на черный день точнее кое-кого и да один пока не черный но прогноз погоды не предвещает ничего светлого объединение ресурсов и обмен информации нам не повредит она что-то знает о сегодняшней ночи приберегала кое-кого на черный день есть один офицер азади с высоким чином капитан у него назначена встреча с одной девушкой в старом городе и она не человек он трахает магическую красноречиво но да он трахает магическую мы оба знаем что станет нормальный перевод на волю кто-то об этом узнает нормальный хороший его арестуют будут пытать и скорее всего приговорят к смерти и все из-за маленькой синей девочки и чуточки экзотического секса твой народ так предсказуем азади вас так легко скомпрометировать больше запрещаешь тем больше грехов тебя искушает вы это нация подавленных пороховая бочка которая вот-вот взорвется но как нам поможет эта информация сегодня тот день когда офицер встречается со своей юной леди она живет недалеко от тенистой пристани наш озабоченный капитан никогда не приходит один этот идет таскает собой своего слугу в форме что удобно будто на нужную дверь указывает огромная стрелка если бы ты застал капитана в компрометирующем положении то смог бы добиться от него чего угодно зачем ты делишься со мной этой информации ты могла бы и сама извлечь из него выгоду мне не нужны ни деньги ни козыри на руках но я подумала что ты мог бы найти хорошее применение узнать что там происходит спасти несколько жизней или отнять я думал сопротивление тебя не волнует я никогда такого не говорила но я и не говорила что волнует но может меня волнует что-то другое зачем ты заставила меня сюда подниматься чтобы сказать и потому что я не доверяю им и вообще никому в прошлом я уже обжигалась но почему я потому что тебе киан я доверяю но я не могу оттолкнуть ее зачем ты она начал будет интересно если это дочь капитана не капитана будет очень жестко стыла дочь это будет очень жестко ланова с голову на то лишь мы доятки шминка тела с голосовой кроту надо ей сказать что что-то еды там сказать нужно и все чего ты хочешь я иду кроту она тебя не ждет она хочет услышать что я скажу ладно но держи свои руки так чтобы я мог их видеть нож а апостола сзади еще не умер я уж думала что к этому времени ты будешь мертв если продолжишь в том же духе то можешь дожить и до моих лет но я не советую когда каждое утро у тебя полят кости и ты едва ли можешь держать стакан ты проклинаешь богов за то что они позволяют тебе жить значит ты пришел предостеречь крота откуда вы знаете крот всегда знает слухи ходят с ветром а голоса отражаются от земли ходит молва на двигающемся рейде конечно никто не знает наверняка азади обычно держится позади от старого города боятся вызвать скандал нарушить порядок вещей боятся что народ восстанет против них хотя времена меняются случится атака азади или нет крот готова не волнуйся о кроте у крота есть норы кроме того может настало время покинуть меркурию от тех адских машин что строит твой народ у меня мех дыбом они трещат они жужжат они противоположны магии от них голова у крота раскалывается не знаю для чего они и что будет когда их достроят но кроту они не нравятся ни капельки не нравятся что-то грядет киан из повстанцев я чую это я чую это усами своими больными костями что-то неестественное что-то злое меркурии нет места магии магическим народом больше нет нет случится ли атака азади или нет настало время кроту выкопать другие норы или возможно вернуться домой в родной тоннель найди старую знакомую нору и заснуть в ней и спать пока не уйдет эта тень или пока пока мы все не превратимся в сухие кости под землей можешь считать свое предостережение доставленным ты видишь меня последний раз последний раз ты видишь представителя рода банда землекопов малышей поющих земле моего народа больше нет передай своей шефа что она вполне вольно пользоваться всем моим имуществом всем оружием едой и лекарствами все что тебе надо это продолжать сражаться береги свою шкуру киан клана алвана это темные времена и ты в самом их центре ну почему ты еще здесь иди иди наш да будет почва мягкой под твоими стопами апостол судьба миров теперь на твоих плечах что 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 блядь кого че нам такого никто не говорил не надо никто ничего не говорил такого не надо я считаю видимо к тому что нужно выбирать с умом смог взять и и думать опасаться на клевом случае уж не смели наверное скажут Di шеву то верну к вы не сохраняете где Действительность, гражданин. Если я тут слегка вздремнул, вы меня прикроете? Нет? Тогда забудьте. Что? Это что сейчас было? Бак? Сейчас был бак или что? Это что сейчас? Это что было? Гражданин. На следующей неделе я впервые за месяц покину Меркурию. Богиня не могу дождаться. Ты видел? Нам так как этот... Скажение как будто бы было сейчас, что... Он же за ней нужно идти, хуй знает. Магические держат головы высокоподнятыми, несмотря на угрозу Азади. Это доказательство их непреклонности. Ты нашел того предателя? Нет. Но виноват в этом я. Я опознал не того человека. Эх. То есть мы только время зря потеряли? Конечно, нет, но мы все равно его поймаем. Еще я послушал, что говорил он Архилерис своим последователем. Это может нам пригодиться. Круто! Ты на другом задании. Возможно. Извини, парень, я немного занят. Давай помогу. Мальчишкам, пока мне помощь не нужна, но когда понадобится, скажу. Конечно. Все равно мне особо нечем заняться. Ты передумал? Теперь тебе нужна моя помощь? Я не буду подвергать его, мальчишкам. Пока мне помощь не нужна, но когда понадобится, скажу. Конечно. Все равно мне особо нечем заняться. Добрый вечер, ты не похож на их обычных покупателей. Расскажи обо мне, друзья. Экзотические эли, целебные травы, успокаивающие бальзамы и мази. Расскажи обо мне, друзья. Бля, что же мы можем сделать такого? Конечно, всё равно мне особо нечем заняться. Блядь, ну ж игра, ну почему... Маринованный хрустогрыз, горькие травы. Чем я могу помочь вам, друг мой? Не желаете ли вкусный макбургер? На вашей вывеске написано «Макбургеры и огни». Ах, да, когда-то я делала лу... Но... Одно... Раньше я видел фейерверки. Они очень зрелищны и создают много шума. Идеальная диверсия. Даже если бы я был голоден, эти макбургеры звучат сомнительно. Но если это отвлечёт её внимание... Раньше я бы хотел купить огнецветок. Боюсь, с этим я помочь не могу. А сзади запретили иллюминации, хлопушки, бенгальские огни и салюты. Любую алхимию. Что насчёт ингредиентов? Мне бы понадобилось лишь немного... Мои руки связаны. Или, по крайней мере, будут, если я продам вам хоть что-нибудь из моих алхимических порошков или зелий. Приказы предельно ясны. Никакой продажи магических предметов. Вообще-то... Мне, наверное, стоит позже совсем убрать химикаты. Этот рынок кишит ворами и нищими. Что вы делаете, друг мой? Вы... Крадёте у меня? Конечно же, вы не вор. Такой высокий, крепкий парень. Ты передумал? Теперь тебе нужна моя помощь? Мальчишка, может быть. Пока мне помощь не нужна, но когда понадобится, скажу. Бля. Конечно. Всё равно мне особо нечем заняться. Да ёпты. Лучшие макбургеры в Меркурии. Сделаем точно по вашему заказу. Хей, не трогайте их. Это сложная лохимия. И вам только руки поотрывает. А если это случится, а сзади прикроют мою лавку, а меня посадят. Блядь, что нам делать тогда? У-у-у-ю-та. Hmm. Здесь открыто не так уж много прилавков. Может потому, что уже поздно. Может бизнес пока не идёт в гору. Или может других торговцев арестовали. из-за таких вещей можно отправиться в лагеря на переобучение простите что не смогла найти теперь иду мальчик пока мне помощь не конечно блять ну и как мне могу не соблазнить вас пряным макбургером я лучший макбургеров во все даже я возьму макбургер блестяще подойдите сюда друг мой к моему прилавку макбургеров подойдите сюда друг мой осторожно с ними друг мой эти порошки опасные нелегальные мне правда нужно убрать отсюда все химикаты прежде чем случится что-нибудь ужасное ну-ка 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 теперь да ёп пока мне конечно давай и снова здравствуйте друг мой проголодались я возьму макбургер блестяще подойдите сюда друг мой к моему прилавку макбургеров и так он будет на жареном лаваше дрожжевой булочки на пару или печеным зерновом рулете я и правда понятия не имею что еще раз я вполне уверен что это не важно зерновой ручной балет речной паровой зулет зерновой рулет баланс печеный зерновой рулет вот что вы делаете я же сказал отлично вы вернулись теперь мясо сегодня у меня есть консервированный элгван маринованный морской хрустогрыз и карпаччо из котенка один каковы мои шансы с маринованным хрустогрызом довольно хорошие рассол разбавляет яд побочные эффекты могут проявиться а могут и нет смертей почти не было заметьте чрезвычайное количество соли через какое-то время может вызвать отказ органов но пока что жалоб сколько вы уже продали это будет первый богиня ладно разве я не сказала стоять здесь и никуда куда вы отходили очень важно чтобы вы стояли прямо здесь пока я готовлю макбургер это непростое ремесло да будет вам известно если вы голодны и вам не допотех эти макбургеры накормят вас всех положим вам мясо накроем все сыром магия бургеров что-то там мыло что насчет квашеных лунных семян добавить лишь бы она не отвлекала да пожалуйста великолепно вы же не думаете что я могу нормально вот и вы еще раз хотела бы напомнить чтобы вы стояли на месте не бродили тут пока я занята непростым ремеслом магии бургеров интересно чем он бит не хотите хрустящий горькой листвы лишь бы она да пожалуйста великолепно что вы отлично вы вернулись теперь стойте спокойно пока я готовлю ваш макбургер и если вы голодны и вам не допотех эти макбургеры накормят вас всех положим вам мясо накроем все сыром магия бургеров что-то там мыло готова вот как и заказывали почти мне пришлось кое-что изменить в процессе не забывайте тщательно жевать и рано не проглатывать и еще если почувствуете какой-нибудь недомогание вам поможет ложка уксуса могу не соблазнить мину спасибо но нет отлично главное помните что я делаю лучшие макбургеры в городе и не продаю всякие там огнецветы ты передумал его помощи правда может мне хочешь помочь да даже если будет опасно а ты как думаешь что ты знаешь о фейерверках ты об огнецветах да я все о них знаю мой отец каждый год делает бакшиванские свечи для фестиваля обращения хорошо иди за мной лучшие макбургеры в меркурии что вы делаете и снова здравствуйте я возьму блестящее подойдите сюда друг мой к моему прилавку макбургеров и если вы голодны я возьму макбургер блестящее подойдите сюда друг мой к моему прилавку макбургеров и если вы голодны и вам недопотех эти макбургеры накормят вас всех положим вам мясо накроем все сыром магия бургеров что-то там мыло посыпать щепоткой острого семени быка да или нет ли да пожалуйста великолепно бери химикаты готова вот как и заказывали не забывай если я так и знал так и знал ну как превосходно но запомни воровать это плохо сказал украсть в любом случае все было оправданно но больше не воруй руку потеряешь или голову вот все что нужно гарантированно мой лоток подрытый днем и ночью говоришь отец учил тебя делать огнецветы ну вроде того он делал бакшеванские свечи а я наблюдал но он не давал мне делать их самому говорил что мне может пальцы оторвать или глаза выжечь но я могу тебе объяснить разумно так с чего мне начать сначала светящиеся шарики я не знаю точно как делать светящиеся шарики но когда их делал отец они потом так светились хорошо а теперь надо сделать огненный порошок не знаю как отец никогда эту часть толком не объяснял я знаю только что этот порошок делает когда его поджигаешь осталось только перемешать все ингредиенты в трубке но это ведь легко да сначала насыпь на дно порошок и а теперь клади сверху шарики пока не забьешь всю трубку смотрится как надо не уверен правильно ли оно сработает но есть лишь один способ это выяснить а магические лекарства в которых нуждается ваше тело гарантировано никакой магии и м и а Иди дальше, здесь не на что смотреть Парень, попробуй отвлечь стражника, чтобы он ушел от двери Без проблем Спорим, не догонишь? Проваливай ты кус... Это мне? А что там, не икровить? Терпеть не могу икру Вкусно, потрясающе Что это? Неважно, это просто бесподобно Спасибо Я так плотно не ел с тех пор, как мама меня в последний раз кормила обедом Не хотел Держи, пацан Только не зажигай, пока я не скажу Обалдеть Я буду осторожен, честно Скорей бы посмотреть, как он горит Отвлеки внимание стражника от той двери с помощью фейерверка Ладненько А ну верни сюда Я не хотел ему дать бургер Я не хотел, я думал, он сейчас даст этому похавать Что во имя тени? Апостол? Ты же мертв Он больше тебя не обидит, дитя Я обещаю Уходи И не возвращайся Интересно Моя голова раскалывается Почему моя... Что происходит? Кто ты? Где Рамен? Почему я привязан к... Алваны? Ты живой? Как во имя тени? Я... Я... Я заплачу Я добьюсь твоего помилования у башни и... Закрой свой рот Мне нужна информация Что ты имеешь? Мишли еще раз, заговоришь без разрешения Я отрежу твой член и запихаю его тебе в глотку Ни хуй я тут... Я обсуждаю Ничего не знаю Он соужет Если не показать ему, что тогда случится Богиня Нет 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 Я был апостолом Я причинял боль моим врагам В ответ Они сознавались И обращались в другую веру Всегда Раз меня обучили заставлять праведных отвергать их собственных богов Ты думаешь, я не смогу заставить безбожного растлителя раскрыть его секреты? Пожалуйста Пожалуйста Хватит Я расскажу тебе Все, что знаю Сегодня ночью состоится рейд на гетто Перед самым восходом В ОМОН лично возглавляет подразделение У них есть список Магический народ Люди, которые помогали сопротивлению Подозреваемые в предательстве Это длинный список Они планируют арестовать большинство магических Забрать их на острова Некоторых Они собираются просто убить Их семьи, их дома Они все сожгут дотла Это возмездие За события в темнице За поставки оружия В ОМОН хочет до всех донести Что у действий мятежников будут последствия Что из-за сопротивления пострадает каждый Повторим еще раз Расскажи мне все, что знаешь Пожалуйста Не убивай меня Я никому не скажу об этом О тебе Я не смогу Они Они казнят меня Я сделаю все, что угодно Буду для тебя шпионить Обеспечу информацию из башни Только пощади меня Пожалуйста Во имя богини Я умоляю тебя Ага Блядь, нам дают выбор еще Ему есть что терять Если он расскажет о произошедшем здесь Но я не могу рисковать И его преступления слишком тяжкие Всегда есть риск Что он расскажет о произошедшем Однако Если я сохраню ему жизнь Он может нам пригодиться Хм Бля Предашь меня И в башне узнают, что ты сделал Даже если тебя пощадят Я найду тебя И заставлю расплатиться Да, да Я клянусь первой горой Я не скажу об этом ни слова Я расскажу тебе все, что узнаю Все Ты будешь возвращаться сюда Каждую неделю Чтобы встретиться с нашим агентом Твой стражник будет думать Что ты навещаешь свою Свою девочку К Конечно, апостол Спасибо Заткнись Пока я тебе язык не отрезал Я тебя освобожу Но ты останешься здесь Пока твой стражник не вернется Нарушишь клятву Мы тут же об этом узнаем Кого-то он бездет Но это мой выбор, ладно Я сделал выбор Он может пригодиться Прям очень сильно пригодится А где стражник? В одном грязном подвале По колено в навозе Лгвана Ему там есть чем заняться Молодцом, Бип Что там случилось? Ты нашел, что искал? Да Послушай Тебе нельзя оставаться в старом городе Сюда идут азади Не боюсь я азади Все равно тебе нужно уйти Я отведу тебя в анклав Там ты будешь в безопасности Никуда я не пойду Я живу здесь А если родители вернутся Они будут меня искать Здесь для тебя опасно Уверен, твои родители были бы рады узнать, что ты с нами Ты просто хочешь отдать меня в приют Подожди Тень Дети Генерал задает вопросы Мы должны найти Киана Прежде чем Я прослежу, чтобы внимание Хами было направлено на другое Сегодняшний рейд на Гетто будет хорошим началом Что он сказал? Генерал сказал мне, что мои люди придерживаются легенды Но некоторые заключенные распространяют слухи А, это не проблема Они не доживут до следующего допроса И возникнет еще больше подозрений? Не будь глупцом в ОМОН Никогда не называй меня глупцом Тогда не веди себя как глупец С кем он еще говорил? С надзирателем Над... что? Я думала, ты позаботился об этой проблеме Это же ты беспокоишься о возникновении подозрений Я не могу просто его коснить Есть законы И теперь у генерала есть свидетель Показания безбожника не могут использоваться против Азади Но его слова могут дать толчок к дальнейшему расследованию У генерала скоро появятся более важные проблемы Мы расширяем депортацию и мы близки к завершению машины После этого смерть Киана будет в самом низу списка его приоритетов А тем временем генерал идет по следу Как я уже сказал Сегодняшний рейд его отвлечет Как же? Потому что все пойдет наперекосяк Мятежники нанесут удар Множество его людей погибнет Наши войска будут в состоянии повышенной готовности И как главнокомандующему Хаме придется во всем разобраться Он обвинит тебя Я возьму на себя ответственность И буду действовать Для его расследования не останется времени К тому времени, как ситуация снова будет под контролем На первом плане будут прочие заботы Мы сосредоточим внимание генерала на чем-нибудь еще Пока наша миссия не закончится И тогда никто... Никто не бросит нам вызов Я надеюсь, ты прав Я всегда прав Иди сюда Сейчас не время Я тверд, как негральская сталь Сейчас самое время Понятно Суждаем, блядь Суждаем, осуждаем О! Извиняюсь за опоздание, но у меня есть важные... Каждая потраченная минута может стоить нам жизней Эну, расскажи нам, что ты узнала Не так уж и много Все молчат Даже слуха о рейде нет Я начинаю думать, что тут пьяный лицемерный Азади у Ульвика Жалкий хвостун Жалкий хвостун? Я слишком долго с вами, ребят, общаюсь Я искал наших людей в старом городе Они ожидают моих указаний Не хочу выводить их из города Пока мы не узнаем, что происходит Давайте надеяться ради их же блага Что Эну права и не будет никакого рейда Рейд состоится перед рассветом У нас еще есть несколько часов Откуда ты... Эй, синий здоровяк, дай ему сказать Планируется арестовать как можно больше магических и сочувствующих повстанцам Это демонстрация силы Они хотят нас запугать Откуда у тебя эта информация, Киан? От доверенного источника Я встретил ее здесь, прежде чем мы Загадочная женщина, я помню загадочную женщину Ну, я помню, как ты говорил о ней Она подруга Ульвика, да? Мы определенно можем ей доверять Она рассказала мне все об офицере Азаде, который навещает малолетнюю девочку Далмаре И она сказала, где его найти Он... он был с ребенком? Это... это мерзко И ты нашел его? Нашел Они будут наступать в гетто с севера и с востока А их корабль заблокирует все грузовое сообщение с тенистой пристанью Он сказал, что это будет самый большой рейд на гетто за последнее время Учитывая его звание и всю опасность его положения, я ему верю Как ты заставил его все это выложить? Я сделал то, что пришлось, чтобы он заговорил Он не был в том положении, чтобы лгать Сделал то, что... Подожди, ты пытал его? Ты так получил информацию? Я... мы же так не делаем Правда? Я сделал бы то же самое И почему я не удивлена? Похоже, твоя информация правдоподобна, Киан Мы подготовимся к рейду И я скажу нашим людям покинуть старый город А где сейчас офицер? Я отпустил его В будущем он может оказаться очень полезен Разве он не пойдет прямиком к своим начальникам? Я владею информацией, из-за которой его могут казнить Стоит только его начальникам узнать правду Он будет молчать Но ты позволил уйти растлителю ребенка Это потому, что он один из твоих И потому, что девочка Долмаре лишь еще один магический выродок Я не скоро забуду это оскорбление о Заде Чего бы это ни стоило, Киан Я думаю, ты поступил верно То есть он заслуживает наказание за то, что сделал с той девочкой Но иметь источник в башне Это может все изменить Но теперь мы хотя бы знаем, что сегодня случится Мои источники очень помогли Мы ждали шанса, чтобы показать о Заде, что мы не убегаем в страхе У нас есть магия Сильная магия Магия, которая делает бум с большим успехом Может, мы сможем сократить их ряды? Загнать парочку этих собак обратно на их драгоценную первую гору? Я бы просто хотела, чтобы ты не пытал его Некоторые вещи просто неправильны Но ты отпустил его Это было верным решением, даже если лихо с этим не согласиться Да, дружище, ты правда ему не нравишься Все равно это был мой выбор Суждаем, наху, суждаем Не думал, что повлияет прямо именно так Я реально не думал, что именно повлияет так Выбор Время bouхода Дом Все равно... Продолжение следует... 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 Нет, Нелла. Зачем ей звонить? Один момент. Я не вовремя? Нет, всё нормально. Что такое, Нелла? Не нужно тебя увидеть. Мы можем встретиться в шуке. Без проблем. Я буду там через минуту. Спасибо, Зоза. Мне нужно бежать. Поговорим позже. Не сомневайся. Очень постараюсь усложнить жизнь этим ублюдкам. Но я тебе позвоню. Но еще понял, к чему привело наше это, наш выбор. Понял, к чему он привел наш выбор. Вообще жестко. Нелла? Спасибо, что пришла. Ты в порядке? Мне просто нужна услуга. Придержи это для меня. Что это? Кое-что личное. Придержишь? Конечно, но зачем? Что происходит? Не хочу, чтобы это потерялось. Или... С чего бы? Нелла, я за тебя волнуюсь. Ты во что-то влипла? Не волнуйся, Зоза. Просто придержи это ненадолго. Я скоро выйду на связь. Спасибо, что так быстро пришла. Мне пора бежать. Но я не... Мне правда пора. Мне нужно кое-что... Сделать. Пока, Зои. Что-то происходит. Она выглядела напуганной. Наверное, мне стоит проследить за ней. Все загадками, что реально все загадками говорят. Если у вас нет важных дел на улице, пожалуйста, вернитесь домой или на рабочее место. Ваше сотрудничество приветствуется. Странно, наверное, что-то она не договаривает, что-то не договаривает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... кого чего что-то было опа нахуй тот самый который троп психолог подкупил да что это было что и бать что она типа до сих пор во сне на на этом и точно до сих пор во сне находится те же решение будет записан для третьей книги ты совершенно действие принято во второй книге про во второй книге решение уже существовали на ход вашего пути они запомнятся и определяют течение событий в третьей книге всего вот краткое заложение некоторых и принятых вами решением принятых решения их возможных будущих последствий let's go я не обратил должного внимания на зацепки во время собрания национального фронта как следствие было рисованы тот человек а виновный разгуливал разгуливает на свободе судьба предателя будущем столкнулся последствия результат ваша работа повлияет на ваши отношения с повстанцами повстанцами хорошо я быстро герой поймал стрелу в обычную лучником но узнал ли меня убийцы откуда сзади знали что мы пойдем через рынок заберет событие повлияет на ваши отношения с другими повстанцами у нее был у нее были свои причины передать сопротивление кто и такой чтобы судить предатель 1 от нее свободный будет больше пользы чем от закованной чем от закованной с цепи уже не загадывает ваши отношения с на они не на на они на они на они длины в станция в будущем у него будет серьезно последствия понятно я хочу ставить прошлого позади и не хочу вспоминать что это было что было такома это ничего не решит таком таком и теперь вас значит как важны ваши воспоминания они продолжат вас представить в следующей книге этот путь приведет неизбежному исходу то есть но там чел он подкупной как я могу ему доверять нужно было сказать что хочешь вспомнить данные были слишком важны чтобы оставлять их до одному человеку мне пришлось отдать их десниться последствия ваше решение уже проверить себя на будущем их будет больше я уж понял блять она заставила меня врасплох но я не смог после отказать ваши слова и действия влияет на ваши отношения с анной чем можно проводить пытки стоил лет информации нарушены клятвы данные себе и другим вашей жизни продолжит повлиять на ваши отношения с другими повстанцами уже повлиял на присутствие сопротивления в меркурии хотя офицер заслуживает смерть а он будет для нас более ценен живым но легко может никогда не просить меня за мое решение можно же не повлиять на дашь с другими повстанцами застройки сопротивление другими способами из детстве прикинь просто ебанешься то есть выбираешь то что бля но вот насчет психолога то что мы выбрали что не ну не хотим другом место другое время в доме между интерлюдия 2 опа а это мостами на следующий серию я же договорил блин ну то что мы у психолога выборы ну то что не хотим да и ну наш девушек наш бы короче она не вспоминала ничего да то что блин но он подкупной что мне говорить вот видите как-то повлияет на в будущем вот на вот третий книги скажем так финальный получается повлияет как-то на наш сюжет и в хор и там написано что будет как сказать событие которое неизбежно это просто пиздец но чем подкупной чем как я могу ему доверяю но можно нужно было бы реально сказать что хочешь вспомнить кто знает в общем спасибо за продукта такая серия была длинненько довольно кино в любом случае интересная все еще раз за просмотр ребят если вам понравился канал вам сложно неприятно огромное спасибо за делать так огромную поддержку реально души просто просто души были вот и ленка на ваших ранах там инсайдут видео чтобы он был просто удобнее знаете да узнавать что вам приходил сразу же дальше всегда сразу приходил уведомление когда выходит видео дату и тупо на морсит не уведомляет не признают уведомление да там когда выходит видео поэтому поэтому телеграмм канал у нас есть ну и там плюс инсайда интересно да есть прикольненькие вот так что зайди поставить там реальность от еще там есть видос с этим с фар краем как я там в это в игре одной и этих выиграл ботов принципе все спасибо еще за просмотр увидимся в следующих сериях давайте